Моя дорожная карта 2015-2025 Самые активные участники получили пять путевок на смену, посвященную 30-летию Всероссийского детского центра. Уже через месяц эти юноши и девушки вернутся, войдут в состав волонтерского корпуса и будут организовывать юбилейную смену. Я очень рада, я просто мечтала об этом, а тут такой шанс. Я обязательно сдам экзамены и приеду сюда с морем идей. Директор ВДЦ смена Евгений Нижник выразил отдельную благодарность за организацию смены «Моя дорожная карта 2015-2025» и подготовку молодых лидеров страны программному директору Всероссийской школы молодежных лидеров Людмиле Спириной. Здорово, что в смене у них была такая возможность готовить себя к смене в разных областях управленцев нашей страны и на путстве одно – двигаться вперед. Пять лидерских центров работали на смене «Моя дорожная карта». Участники лидерского центра «Молодежь и спорт» внесли предложение в проект федерального закона о туризме. Ребята из лидерского центра «Молодежь и добровольчество» разработали методический сборник материалов по деятельности школьных и студенческих органов самоуправления. Юноши и девушки направления «Молодежь и политика» разработали страницы «Атласа» путеводителя молодежного лидера для вручения подросткам, достигшим 14-летнего возраста, вместе с паспортом гражданина России. Участники направления «Молодежь и культура» спроектировали малобюджетные туристические маршруты и разработали бизнес-идеи для создания малых отелей в регионах страны. Очень грустно уезжать от своего отряда отсюда. Здесь было настолько классно, что просто эмоций не хватает, я слышу только слезы. Я очень полюбила здесь каждого человека. Это просто нереальные люди с разными характерами. Я очень хочу встретиться своим отрядом с новой, таким же теплой, такой же теплой семьей. Каждый в смене мне стал семьей. Я очень хочу вернуться сюда еще раз. Колы лидеров, моя дорожная карта объявляется закрытой!